Еще сильнее, еще, еще. Перехватись, ручка. Крути. Какой ручка? Давай я тебе покажу, как. Ты левый кручешь, а ты правый попробуй крутить. У тебя правая посильная ручка. Я очень расстроилась, когда на первом усе мне сказали, что это мальчик. Хотя там в 12 недель ничего еще не видно. А я обрадовался. Я в какой-то детский магазин пошла, не помню, кому-то из друзей подарок покупать. Не себе еще. И зашла специально в отдел пацанячьей одежды и подумала, ну так, ну ладно, не все так плохо. Не только для девочек нормальные наряды, дело для пацанов тоже что-то выбрать нужно. Но потом я обрадовалась, что девочка. А я потом подумал, девочка, ну ладно, тоже же ребенок, что поделаешь. Девочки, наверное, с белочками живут. Ты думаешь, это общежитие? А у меня не белочка, у меня вообще, по-моему, леса. А у меня белочка. О, смотри, бабочка, которая была, девочка. Не наряжать елку в два раза одинаково. Это моя основная концепция. Не должно быть ни одной повторяющейся елки. Иногда отталкиваюсь от символа года, но чаще просто какое-то желание внутреннее нарядить в белое, нарядить в розовое. Когда мы, кстати, на Главе уже ждали, мы нарядили в розовую елку. Но у меня вообще какой-то на розовое в тот год было напасть. Я случайно Саше розовую зубную щетку даже купила. Хотя, по-моему, еще тогда не знают, кого мы ждем. Так что ты расскажи нам, что ты Деду Морозу на Новый год закажешь. Напомни, мы еще... Ему закажу плиту, как у девочки в мишке, в мишку. Он утонул. Мы пойдем домой. Саша прям, конечно, на последних сроках уже ждал. Прям, говорит, выходи, уже имя придумали. Саша даже на роде пришел. Я споздал. Выкурил пару сигарет, наверное. Поднимаюсь, там уже... Вот уже все, процесс идет. А, врач такой говорит, так, подождите, папа, подождем? А кушерка говорит, да какого папу? Тут уже все, уже роды начались, типа, давай рожаем. Нет-нет, давайте папу подождем. Я зашел, они говорят такие, типа, пап, ну ты где ходишь-то? Мы уже без тебя начали. Я говорю, а что, что начали-то? Да вот уже все, иди, смотри, рожаем. И ребенок синий такой какой-то, везде, цвета. И я первым делом думаю, что вы натворили с моим ребенком? Почему он синий? Вот. Начал переживать, мягко говоря, за ребенком. Он мне говорит, да ты успокойся, как бы это нормальное явление. А сейчас воздухом подышит атмосферным. Он покраснеет, не переживай. Авария. Вызывайте ДПС. Где галечники? Эвакуатор, эвакуатор вызывай. Давай, эвакуатор приехал. Большая машина везет, маленькую. Ты еще хочешь, что ли, удаляйся? Или у тебя роман еще? О, у вас там яйца по всей дороге. О-о-о. Все, собрали? Нет, такого человека, которого я побольше любил. Попалась? Попалась, маленькая, угольчик. Удавись, котик. Дай, я слезу. Слезь, слезь, слезь. Раз, два, три. Ты самая тяжелая. Мю-мю-мю-мю-мю-мю. Три кота. И одна кошечка. Мя-мя-мя-мя-мя. Три кота. Коржик, как их зовут еще? Карамелька. И компот. Точно, и компот. Я забыла, когда. А папин любимый персонаж? Хочу компот, мама. Горчица. Горчица. Компот я не варила. Можем сейчас сварить компот. Нет проблем. Компот или кота. Ну или Клинтвейн. Кто, о чем? А, лыси про расческу. В семье главное. Это атмосфера. Командный дух. Косеять будешь? Нет? Фудблогер. Привет, подписчики. Угощай, по-моему. Слушай бабушку, конечно. Ну вот так бабушка делала. Я помню, по тесту макой рукой возила. Ой, бабушке такие всякие были штуки для теста прикольные. Типа на ручки катишь. И она либо лапшу вырезает, либо кружочки вырезает. Но, когда я приехала в Армалир и хотела их уже забрать, девушка сказала, что он их, наверное, повыбрасывал. Что-то мы не нашли. Все, поехали печатать? Да. Вот, смотри, я кладу ее теперь сюда. Это тоже надо петь. Нет, не надо петь. Нет, форму ее не надо петь, конечно. Главное для меня это, чтобы все были довольны. Вот, чтобы гармония была. Чтобы жена была сыта, потому что если она вдруг голодна, это все... Я боюсь, что она ребенка съест. Вот, как-то так. По мясу у нас Саша главный. По мясу, по рыбе, по ужинам. А я по завтракам, по поджаренным, по зажаренным бутербродам. Главное по пельменям. Из магазина. Так, ну что, Глая, надо все в тебе снять. А, такие пельмени получаются просто белиссимо. Кладем. Сашины три основных преимущества. Чувство юмора. Потом второе, я думаю, это все-таки золотые эти руки, которые могут... По локоть. Которые могут все. И третье. Это достаточно этого было. Ну, нет, я думаю, что третье все-таки целеустремленность. Хотя Саша считает себя иногда очень ленивым. Но я все-таки думаю, что если загорелся, то закончит начатое. Саша табак вырастил, потом самокрутки делал. Саша сидор делает уже, наверное, шестой, да, год? Давай сделаем так. Из разных сортов яблок он там сделал. Вот у него название соответствующее. Натахиные слезы. Это Натаха нам, соседка, давала яблоки. Ам, да зачем ты сырое тесто ешь? Ам. Ам. Ты суп-то не хочешь еще? Нет. А макароны? Ам, хочу, мам, шоколад. Ну, съешь только это последний, ладно? Мы, кстати, познакомились перед Новым годом. Мы с подружкой после универа. Наверное, это какой-то пробел как раз. Зачеты сданы, а экзамены еще не начались перед, как раз, перед Новым годом. Она говорит, поехали, я тебя познакомлю. Там есть такой Саша. И мы приехали к Саше на работу. А нам как раз МГСУ на автобусе там несколько остановок. Шоколад с мандарином. Шоколад с мандарином. А знаешь, что будет тогда, если шоколад еще и с мандарином есть? Тогда попа слипнется. Слипнется и не разлипнется. Так, ну, в общем-то, мы приехали. А Саша как раз в новогоднем колпаке в этом Санте был. И я смотрю, непорядок как-то шов посредине. Я говорю, давай я тебе поправлю. Поправила. И все. У нас в целом, получается, нейтралитет. Если я там стараюсь веселиться, пошутить, то она, наоборот, как-то более такая строгая, да? Более собранная. Серьезная. То есть, да, серьезная. Человек вот очень, мне нравится, организованный. То есть, у нас списки, все вот это, все прям у нас прямо разложено конкретно. Пап, где мой мандарин? Твой вот. Папа тебе другой предлагал выбрать. Давай поспелее. Смотри, есть вазочка. Давай поспелее тебе выберу. Не, вот этот. Вот этот? Руку вытереть. Руку вытереть? Да. Мандариновая ручка. Мам, давай почитаем какую-то книжку. Давай. Хорошая мама она. Хорошая мама нашего ребенка. Все-таки я так и считаю. Мам, пойдем в комнату. А что мы будем читать, Агуша? Одного мало. Чтобы реализовать себя как хорошая мама. У тебя большой потенциал в этом направлении. Улитка и кит. А здесь что пишут? Не улитка и кит. Творческая личность, что мне еще нравится. Потому что я сам с присвистом. Мы вместе можем куда-то в поле там поехать. То есть, что-то там попилить, порубить, поломать. Вот это тоже такое важное. Да, вот эта творческость, как я ее называю. Типа, подожди, я схожу в лес за палкой. Хорошо, иди. Я буду ждать сколько угодно, пока ты не найдешь ту самую палку. То есть, мы можем вместе абсолютно какими-то делами заниматься. Вот в лесу там что-то пилить, рубить. Искать какие-то там прикольные темы. Резть яручь на себя. Причудливые деревья там и так далее. Ну, то есть, вот мне нравится. И гонять мальчик. Это в ней нравится.